Наше общество, я имею в виду российское общество, с нашими жизненными устоями, с нашей культурой, с нашей религией, религиями, я бы сказала, всё-таки не столь экономико-центричное общество. Мы в большей степени человеко-центричное общество. И для нас высшей ценностью всё-таки является ценность человеческой жизни. И каждый прожитый день жизни, даже если он для экономики, может быть, не столь, извините, такое слово, выгоден, не столь значим, в духовных ценностях для нас это более значимый, мне кажется, эффект. Поэтому если отвечать прямо, насколько это для экономики выгодно-невыгодно, я бы сказала, что это спорный вопрос. Но с точки зрения жизни и духовных ценностей, я думаю, что здесь скорее положительный эффект, чем отрицательный. Шок-контент, друзья, это полный эксклюзив. Старшая дочь Путина Мария Воронцова впервые в эксклюзивном видеоинтервью высказалась о войне России против Украины. Итак, шокирующее интервью дочери Путина Марии Воронцовой, которая впервые высказалась о войне России публично. Старшая дочь Владимира Путина, почти никогда не выступающая публично, дала большое интервью в России. Немецкие СМИ назвали это интервью шокирующим. Шокирующим называем его и мы. О чем рассказала Мария Воронцова и почему это вызвало такую острую, шокирующую реакцию? Обсудим это все с элементами видеоэксклюзивного интервью Марии Воронцовой в этом блоге. Я, Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал «Даш Счастливая». Лайк, комментарий, подписка, приветствуется. Прошу вас, напишите все, что вы об этом думаете, и мы начинаем. Ну что, друзья, шок-контент. Интервью дочери Путина Воронцовой. Почему оно вызвало шок? Итак, старшая дочь российского президента Владимира Путина, 38-летняя Мария Воронцова, ответила на вопросы при новогоднем выпуске российского подкаста «Про науку», который, по словам его ведущего, предназначен для молодых ученых и начинающих стартаперов. Беседовал с Воронцовой руководителем Московского центра инновационных технологий. И самое важное – это то, что Мария Воронцова заявила, что жизнь человека в России – это высшая ценность для российского государства. Эти шокирующие тезисы давайте посмотрим кратко, что она сказала, ну а потом все это обсудим. Итак, эксклюзив. Смотрим, друзья. Российское общество с нашими жизненными устоями, с нашей культурой, с нашей религией, религиями, я бы сказала, все-таки не столь экономико-центричное общество. Мы в большей степени человеко-центричное общество. И для нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни. И каждый прожитый день жизни, даже если он для экономики может быть не столь, извините, такое слово выгоден, не столь значим, в духовных ценностях для нас это более значимый, мне кажется, эффект. Поэтому, если отвечать прямо, насколько это для экономики выгодно-невыгодно, я бы сказала, что это спорный вопрос. Но с точки зрения жизни и духовных ценностей, я думаю, что здесь скорее положительный эффект, чем отрицательный. Жизнь, духовные ценности, человеко-центричное общество, жизнь как важная ценность для экономики, для человеколюбия в России, все это повторяла Мария Воронцова неоднократно. Итак, это видео, которое длиной 42 минуты, посмотрело более 225 тысяч раз. До того, как об этом интервью узнали либеральные российские СМИ, в YouTube-канале «Пармамет Россия», где интервью публиковали две недели назад, было всего лишь 145 подписчиков. Друзья, то есть дочь Путина, который развязал самую кровавую войну в 21 веке, напал на Украину, совершил геноцид, военные преступления, убийства. Путин, который отправил своих граждан на убой, как пушечное мясо, где постоянно в сутки гибнет более тысячи оккупантов, расширство, о чем говорит статистика аналитика вооруженных сил Украины. Значит, это самая человеколюбивая нация в мире, где человек в честной жизни является ценностями, все это выглядит, конечно же, кощунственно. О чем еще говорила Мария Воронцова, о чем шла речь в интервью дочери Путина, и это интервью, друзья, шокировало всех. В своем интервью старшая дочь Владимира Путина в основном говорила не о войне, не о том, как Путин напал на Украину, не о том, что нужно просить прощения, нужно отправляться в ГАГу, компенсировать все полностью причиненные убытки и огромные финансовые влияния, не о том, что действительно всех военных прострепников нужно судить в ГАГе, а о науке, медицине, исследованием, которыми она занимается сейчас в генетической сфере, в частности, изучение генома человека. Она рассуждала о лечении больных в России, об инвалидности, и говорила о том, что, в принципе, Россия в общей степени человекоцентричное общество. Далее Воронцова подчеркнула, что для нас, друзья, высшей, ну для них, соответственно, высшей ценностью является жизнь человека и ценность человеческой жизни. Здесь, конечно, нужно расплакаться кровавыми слезами. Как говорится, без кровавых слез не обойтись. То есть, еще раз процитирую, для нас, россиян, высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни, заявила дочь диктатора кровавого. При этом она ни слова не сказала о войне, которую ведет Россия против Украины и ни разу не упомянула о своем отце. Вот такая вот откровенная интервью длиной почти 40 минут. Все детали о членах семьи Владимира Путина Кремль держат тайне, однако в этом интервью Мария Воронцова, отвечая на вопросы ведущего, поделилась некоторыми фактами ее интересной биографии, друзья, во время военных действий. Она говорила о том, как она хотела учиться на экономистах, поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ, о том, что она хотела быть, значит, врач, врач плюс наука, потом немного экономики. Она рассказала о своих любимых интересах в литературе, назвала своих любимых писателей, в том числе Пушкина, Достоевского, Хаксли, а также о музыке, о спорте. В тот момент, когда Путин ведет кровавую войну против нашей страны, большую войну в Европе и говорит о ядерной войне, его дочь говорила о том, что она любит заниматься спортом и вдохновляет картины, музеи, театры, музыка. Музыка частая и очень важная часть моей жизни и классическая и джазовая. Я стараюсь посвящать несколько часов в неделю спорту, в том числе сезонному, серфинг и лыжи. Вот с такими ключевыми тезисами вышла старшая дочь Путина Мария Воронцова. Мария Воронцова несколько лет жила и училась в Германии, затем в России. Своим мужем, нидерландским бизнесменом Йортом Фассеном. Она до 15-го года находилась в Нидерландах, но потом вернулась в Москву. А после начала войны России против Украины обе дочери российского президента Мария Воронцова и Екатерина Тихонова оказались под санкциями Европейского Союза. Посмотрите на эту роскошную, не побоюсь этого слова, улыбку дочери кровавого диктатора, как она счастливо рассказывает о своей шикарной жизни. Они оказались под санкциями ЕС, Великобритании, США, их банковские счета были заморожены, въезд на территорию этих стран запрещен. Отвечая в интервью на вопросы о своей мечте, дочь российского президента Мария Воронцова сказала, что моя мечта это не чтобы закончилась война, не чтобы мой отец находился в Гаге, а излечение хронических заболеваний россиян. Мечта ученого узнать, откуда на планете Земля появилась жизнь или как появляется мысль. Вот мне только интересно, может ли она узнать, как появилась мысль у ее отца Владимира Путина напасть на Украину. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете об этом интервью, о ключевых тезисах дочери Путина. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал. А если вы традиционно смотрите меня с телеканала прямой, нажмите на название, я буду там, возможно, подписаться. Друзья, мы делаем так, чтобы эту информацию услышало как можно больше людей по всему миру. Страны СНГ, Америка, Европа – это наша миссия, это очень важно. Мы работаем для аудитории по всему миру. Значит, как человека моя мечта, у него мечталось о том, чтобы все люди имели возможность познавать себя и приближаться к развитию целостной, зрелой личности. Я вообще не знаю, знают ли россияне такие слова, особенно те, которые приходят убивать нас. Для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, лучше коммуницировали друг с другом с помощью оружия, убийства и ракет, которыми каждые сутки твоя страна, Мария Воронцова, убивает нашу страну. Это называется коммуникация. Очень многие проблемы из-за многих недопоминаний, недопониманий и непониманий себя. Цитируем мы Марии Воронцовой. Но самое главное – это шокирующая реакция европейского общества на это скандальное 38-минутное интервью, которое, наверное, сейчас уже посмотрело гораздо больше, чем 225 тысяч. Интервью старшей дочери Путина вызвало возмущение немецких СМИ. Его оценили как странное, возмутительное и даже шокирующее. Дочь Путина дала странное интервью о ценности человеческой жизни. Под таким заголовком вышла 12 января статья на сайте немецкого издания Der Spiegel. Автор статьи отмечает, что интервью дочери Путина – это большая редкость. Мария Воронцова почти никогда не высказывается публично. Владимир Путин никогда не показывает СМИ членов своей семьи. Его личная жизнь является того, о чем знают российские журналисты. То, что в своем интервью Воронцова называет Россию человекоцентричным государством, а о своем отце и о войне, которую он ведет против Украины, Воронцова ни разу не упомянула, за пределами России вызвало возмущение, отмечает издание. Шокирующим назвал интервью дочери Путина немецкий телевизионный канал NTV. Это шокирующее высказывание на фоне преступления числа жертв войны России против Украины, пишет NTV. Немецкие журналисты обращают внимание на высказывания Воронцова о ее мечте и называют циничным то, что в интервью не поднимается тема войны. Вместо этого, друзья, эндокринолог Воронцова говорит о том, как продвинулась медицина во всем мире и рассказывает о своих литературных, музыкальных и спортивных интересах. Просто кощунственно. Ну, безусловно, что интересно ваше мнение. Здесь напишите его в комментариях. И о том, что ее вдохновляет картины, музеи, театры, музыка, эстетика. О, великий прекрасный мир. Понимаете, о, дивный новый мир Хаксли. Пишут журналисты телеканала. Кроме того, издание перечисляет несколько постов, которые сейчас занимает в России Мария Воронцова. С 19-го года старшая дочь Путина является членом Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генных технологий, генетических технологий. Она обходит в Совет директоров формы NUMECO, которая в одной из научных лабораторий в Санкт-Петербурге исследует русский геном. Русский геном. Называет НТВ. Немецкое издание Меркель также отмечает, что Воронцова является советником Владимира Путина по генной инженерии. Но все детали ее жизни кремль хранит станет. Вспоминаю Марию Максакова, которая постоянно говорит про стволовые клетки, про молодость Путина, которую поддерживает Мария Воронцова и ее клиника. Вы знаете, что есть некая клиника, куда приезжают ВИПы, чиновники и политики, занимаются там омоложением и так далее, стволовые клетки омоложения. И благодаря этому Путин выглядит так, как он выглядит. Можно сказать, благодаря его этой женщине, Марии Воронцовой. Сам Путин никогда не подтверждал, что он является отцом Марии Воронцовой, а ее и ее сестру во всех интервью называл эти женщины, пишет Меркур. Эти женщины продлевают жизнь Владимиру Путину. Таблот Бильд также не обошел вниманием видео с дочерью Путина. Она никогда не появляется на публике, а сейчас внезапно дала интервью. 38-летняя Мария Воронцова в разгар войны против Украины дает в России большое интервью, и то, что дочь Путина говорит о России о своей личной жизни, вызывает большой шок, пишет издание Бильд. А немецкая газета Frankfurt-Randschau на своей онлайн-странице обликовала статью, в которой также сообщается о некоторых деталях из биографии старшей дочери Путина. Как пишет издание, Воронцова сделала научную карьеру, занимает ряд важных постов и, в частности, является соучредителем компании Numeko, которая участвует в крупнейшем в России инвестиционном проекте в медицинской сфере. В 22-м году, друзья, прибыль этого предприятия составляла около, внимание, 855 миллионов рублей. Какая неожиданность. Как говорится, шок-контент, друзья. Ну а теперь несколько фактов, которые я подготовила для вас, как вишенгу на торте, о состоянии Марии Воронцовой. Тут очень интересный момент. Старшая дочь Путина получила миллиард рублей от сделок с Газпромом. Насколько неожиданная, как говорится, информация. Тут не хватает и Алексея Навального, других блогеров, аналитиков, Геннадия Владимировича Гудкова. Он бы тут, как говорится, разошелся. Ну что, Мария Воронцова является совладелецей компании Numeko. В 2020 году прибыль компании составила 600 миллионов рублей. Удивительно. Из них 232 миллиона рублей Воронцова получила как акционер и около 700 тысяч рублей ежемесячно в качестве зарплаты. Всего за три года доход дочери российского диктатора составил почти миллиард рублей. Говорится в расследовании соратников Алексея Навального. Утверждается, что источником доходов Numeko является ни много ни мало принадлежащая Газпрому, Газпрому, страховая компания «Солгаз». Клиника «Согаз», стволовые клетки Марии Максакова. Зайдите на мой YouTube-канал, там огромное количество, есть целая папка интервью с Марии Максаковой, где она рассказывает про все секреты дочери Путина Марии Воронцовой. Итак, до вторжения в Украину «Согаз» выплачивал Numeko по миллиарду в год. В 2022 году Numeko выкупила клиники «Согаз-медицина». Именно эти клиники, самые секретные, занимаются омоложением и работают только для VIP-элиты российских расистов. Вскоре Путин, как кандидат в президенты, публикует свою, как всегда, скромную декларацию. Там не будет ни его яхт, ни дворцов, а лишь прицеп «Скиф», автомобиль «Нива», гараж и 77-метровая квартира. Как говорится, шок-контент, друзья, как он есть. Друзья, ну и вишенка на торте в завершении нашего блога. Наемники, спортсменки и друзья Путина. Секреты клиники «Согаз». Итак, медицинский центр «Согаз» в Санкт-Петербурге, который связан со старшей дочерью Владимира Путина Марии Воронцовой, не только бесплатно, друзья, у внимания лечил наемников из ЧВК «Вагдер», как об этом еще в 2020 году рассказало агентство «Ройтерс», клиника на Малой Конюшенной улице, как удалось выяснить радио «Свобода», одновременно с этим. Вслуживало ближайших друзей самого российского диктатора, руководителей Федеральной службы охраны ФСО, спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко и других представителей российской верхушки правящей элиты, включая людей, которые считались номинальными владельцами дворцов Путина. А еще в клинике делали анализы на ВИЧ, гепатита сифилис, загадочным спортсменкам, которые, как предполагали, работали в клинике и являются элитными эскортницами. Возможно, это эскортницы, которые были связаны с тем же самым знаменитым Пригожиным, тот, который не Иосиф, а Евгений Приожин, покойный глава частной военной компании «Вагнер». Основываясь на полученных от источника не полных списках вип-клиентов клиники «Сагаз», радио «Свободу» смогло выяснить с помощью находящейся в открытом доступе данных, что старшая дочь, близкого друга Владимира Путина Геннадия Тимченко Наталья, вышла замуж за бывшего иеродиака на Санкт-Петербургского подворья Варламского монастыря Гаврила Фролова, который после этого стал владельцем 90-процентной доли крупнейшей российской инженерно-строительной компании «Горка». Радио «Свободу» смогло подтвердить личность источника и факт его работы в клинике. Кроме того, снимки экрана, переданные редакции, подтверждают, что речь идет именно о клинике «Сагаз». ЧВК «Вагнер», другие клиенты, Валентина Матвиенко, чиновники и так далее – все это клиенты клиники «Сагаз». Более того, мы прекрасно понимаем, что VIP-пациенты – это люди, приближенные к Путину, цередворцы, путинисты, путиноиды. Друзья, еще раз вам скажу, что это огромный аналитический материал, клиника «Сагаз», ее называют клиникой кооператива «Озеро». В клинике «Сагаз» на Малой Комишене лечились не только российские наемники из ЧВК «Вагнера», а на синих с ними этажах в это время обслуживались представители самого верха российской правящей элиты. Ковальчук Юрий Валентинович, Фурсенко Сергей Александрович, братья Ковальчуки и так далее. То есть фактически клинику «Сагаз» можно назвать клиникой кооператива «Озеро», знаменитого дачного кооператива на берегу Комсомольского озера в Ленинградской области, который создан в 96-м году Владимиром Путином и его тогдашними будущими близкими друзьями. В красном списке VIP клиентов клиники «Сагаз» помимо Юрия Ковальчука Сергея Фурсенко есть супруга Юрия Ковальчука, президент национальной медиагруппы Кирилл Ковальчук, сын брата Юрия Ковальчука Михаил, Илья Иосифович Калибанов, бывший представитель Путина в Северо-Западном федеральном округе и спикер Совета Федерации Валентина Матвенко, как ее называют, Мария Максакова, Валька 2 стакана или полстакана, будем уточнять с вами. Друзья, все это огромный бизнес, все это связано с империей Марии Воронцовой. В этом интервью, в этом блоге мы с вами обсудили просто шокирующий интервью Марии Воронцовой. Я прошу разрешения этого блога поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал, написать в комментариях, что вы думаете о Марии Воронцовой, о ее бизнесе, о ее состоянии, и о том, что она эксклюзивно дала интервью в преддверии Нового года, которое стало шокирующим. Напишите, что вы об этом думаете, я буду с вами. Спасибо вам большое, что вы со мной. Слава Украине, героям слава. Мы переможем, друзья. До встречи.